добрый день дорогие друзья у нас с вами начинается урок русского языка проверим связь подтвердить пожалуйста слышно ли видно ли все хорошо или не очень отлично тогда мы приступим начнем по традиции с проверки предыдущего домашнего задания в прошлый раз мы разбирали с вами идеи причастия и я дала вам два задания первое задание заключалось в том чтобы образовать все возможные идеи причастия от предложенных глаголов что у нас должно с вами было получиться выполнить что сделать да это глагол совершенного вида поэтому мы можем образовать также дей причастия совершенного вида выполнив что сделав да выполняя здесь уже образовать было нельзя потому что выполняя от глагола выполнять глагола несовершенного вида только выполнив вы могли составить дей причастия выполнив ну и несколько устаревшая или более редко употребимая форма выполнивши выполнивши тоже она допустим она еще есть в словарях хотя мы ее употребляем гораздо реже следующий глагол мчаться что делать несовершенный вид есть возможные два дей причастия мчать что делая да и мчавшись что делав да в прошедшем времени тоже можно образовать это дей причастия списать что сделать списав что сделав совершенный вид да у меня здесь похоже опечатка и также допустимо форма списавши она тоже словарях встречается но все-таки сейчас мы используем чаще форму именно списав они списавши да возможно но редко употребимо больше других форм здесь образовать невозможно от этого глагола хвалить что делать значит что делая хваля или что делав хвалив хваливши тоже возможно увидеть совершенный вид значит что сделав извините удивив удивить что сделав удивив удивив мне такой формы не встретилась когда я выполняю это задание сама интересоваться что делать дей причастие настоящее время интересуясь и прошедшего времени интересовавшись время будет зависеть от времени основного глагола да которая будет в предложении и соответственно от того какое действие деепричастие то который одновременно выполняется с основным действием или которая предшествовала если предшествовала действие которым и который мы обозначили видео причастием значит здесь будет прошедшие время если оно происходит одновременно значит это будет причастие настоящего времени идем дальше Перейти, что сделать, перейдя, что сделав, да, перейдя, и перешедший тоже, что сделавши. Перейдя, беречь, вот здесь сложно. Вы могли найти в словаре Даля устаревшие, сегодня неупотребимые формы бережа, который вот как раз обозначал добавочное действие, да, то есть было такое дейпричастие, но сегодня мы его не используем. И второе дейпричастие тоже крайне редко употребимое, но все же встречающиеся в большем количестве словарей берегши, беречь, что делать, берегши, что делав, да, что делав. Вот такое дейпричастие возможно, но если вы ни одного не образовали, то тоже, в общем-то, чувствуете тенденцию к упразднению формы дейпричастия от глагола беречь. Ну и найти, форма найти, что делать, что сделать, это глагол совершенного вида, от него очевидная дейпричастия, найдя, и вот нашедший здесь проявляется суплетивизм, то есть корень меняется, да, нашедший появляется форма с видоизмененным корнем. Вот это возможное дейпричастие от предложенных глаголов. Второе задание заключалось в том, что вы просто делали морфологический разбор одного причастия. Что имеем, не хороним, потерявши, плачем. Потерявший было дейпричастием, да, как я вам уже говорила. Отвечает на вопрос, что делая, потерявши, обозначает добавочное действие. То есть мы плачем, когда потеряли что-то, или после того, как потеряли, плачем. Начальная форма будет зависеть от того, какой точки зрения в лингвистике вы придерживаетесь. Если это отдельная часть речи, тогда начальная форма будет потерявши, а если это форма глагола, то тогда начальную форму указываем именно глагольную, инфинитив, потерять. Постоянные признаки – это вид, у нас он потерявший, что сделав, да, потерявший, что… Вот здесь, извините, я вопрос не тот указала, да, отвечает на вопрос, конечно, что сделав. Обстоянные признаки – это дейпричастие совершенного вида, и оно невозвратное, поскольку нет постфикса ся. Непостоянных признаков нет, поскольку это неизменяемая часть речи. А в предложении, как в большинстве случаев, является обстоятельством. Обстоятельством. Сегодня, если вопросов по-домашнему нет, мы перейдем к новой теме. Если есть, задавайте, я на них отвечу. А сегодня мы изучим новую часть речи – имя числительное. Имя числительное – это самостоятельная часть речи. Она обозначает либо число, либо количество, либо порядок предметов при счете. Отвечает на вопросы, соответственно, сколько, который или какой по счету. Которые и какой по счету – синонимичные вопросы. Мы выбираем на свое усмотрение, какой задать вопрос в предложении. Посмотрите на примеры числительных в речи. Первым добежал участник под номером 22. Здесь еще одна опечатка. Первым каким или каким по счету – это числительное. Номер 22. Здесь просто обозначается число 22. В семье трое детей. Да, Эдуард, обычно как раз проходит в третьей четверти числительное. Все верно. В семье трое детей. Трое – это количество. Мы можем задать вопрос к этому слову, сколько детей. И определяем его тоже как числительное. Ну и еще один пример. 2 плюс 2 равно 4. Во всех числительные обозначают здесь просто числа. Абстрактные числа, которые мы можем записать цифрами. Мы их записываем с помощью имен числительных. 2 плюс 2 – 4. Предложение. Имя числительное может быть любым членом предложения. И подлежащим, исказуемым обстоятельствам. Обычно, если числительное указывает на количество предметов, ну, например, два яблока я съел за завтраком, то оно не отделяется от существительного, количество которого обозначает. И синтаксическая роль определяется именно вместе с тем словом, о количестве которого идет речь. То есть в предложении 2 яблока я съел на завтрак, подлежащая будет «я съел» сказуемое, а вот «два яблока» будет дополнением. Ну, мы тоже сегодня, Дарья, изучим собирательные числительные и все остальные тоже. Сложностью в определении числительных, некоторую сложность представляет тот факт, что количественное значение могут иметь не только собственные имена числительные, но и другие части речи. И существительные, и глаголы, и прилагательные. Ну, и даже местоимения и наречия. Посмотрите на примеры следующих слов. Пятерка. Я получил пятерку. Пятерка – это отметка, да, отметка, которую вы получаете. И по морфологическим признакам, несмотря на то, что это 5 баллов, и это определенное количество баллов, да, по морфологическим признакам пятерка будет являться существительным. Или, например, слово «тройка». Тройка лошадей, да, вид упряжки, распространенной в России. Тройка – тоже имя существительное. Или десяток яиц. Десяток – не число, не количество, а именно по морфологическим своим признакам имя существительное. Хотя количественное значение здесь, безусловно, присутствует. Тройной прыжок – тройной, имя прилагательное по морфологическим признакам. Пятерублевая – это прилагательное. И здесь помимо числового значения 5, да, есть еще другой корень, рублевая, да, который… которые образуют сложное существительное, стоящее из двух корней – 5 и рублей. Это все имена прилагательные. Пример количественного значения в глаголах. Удвоить, утроить, удесятерить и так далее. Поскольку мы видим характерный для глаголов суффикс «ч», да, или по некоторым данным окончание, и изменяются эти слова тоже подобно глаголам, мы их относим, соответственно, к этим частям речи. Столько, сколько это местоимения, мы о них будем говорить в следующий раз. Хотя, безусловно, какое-то количественное значение у них тоже есть, да, хотя и не совсем определенное. Или на речи – трижды, мало, много и так далее. Так вот, числительные, в отличие от других частей речи, которые тоже имеют количественное значение, можно записать цифрами. Чаще всего мы именно так и поступаем, да, буквами записывать числительное нам чаще всего пригождается, необходимо в документах, например, в договоре, да, о приеме на работу. Сумма, которую вы будете получать в виде зарплаты, будет прописано не только цифрами, но и буквами, чтобы избежать ошибок, недопонимания. В документах всегда числительные прописываются буквами. И еще у числительных, в отличие от других прочих частей речи, свои морфологические признаки, которые мы сейчас с вами и перейдем. У числительных есть и постоянные, и непостоянные морфологические признаки. Начнем мы с постоянных. Морфологический разбор числительного довольно прост. Там выделяются постоянные признаки всего два. Это структура числительных и значение числительных. Так вот, по структуре, начнем мы с этого, числительные могут быть простыми, сложными и составными. А вот для морфологического разбора на выбор предлагается указать только простое числительное или составное числительное. В чем отличие? Простые – это слова, состоящие из одного корня. Это числительные типа 2, 6, 40, 100 и так далее. Сложные числительные состоят из двух корней. 50, то есть 5 десятков, 90, исторически это 9 десятков, 200 и так далее. Если есть несколько корней, то перед нами сложные числительные. Но здесь разобраться несложно, потому что кроме числительных есть сложные прилагательные. Например, тот же 5-рублевый. Здесь один корень 5, другой корень рублевый. Рубл. Там будет корень, другая основа просто. Или бывают сложные существительные. Землетрясение. Здесь тоже два корня. Любые слова, состоящие из двух корней, называются сложными. Такими же бывают и числительные. И еще бывают числительные составные. Они состоят минимум из двух слов. При этом слова эти могут быть в свою очередь как простыми, так и сложными. Например, 3245, 62. Поскольку мы записали данные числительные более чем двумя словами, или двумя словами хотя бы, то мы такие числительные называем составными. Еще раз обращаю ваше внимание, что при морфологическом разборе мы будем указывать только простое числительное перед нами, то есть состоит оно из одного слова, или составное, то есть состоит из двух и более слов. Посмотрите, пожалуйста, на фрагмент схемы, которую я здесь привела. Как образовывались числительные 11, к примеру. 10 – это устаревшее русское название «десятка». И получалось, что 11 – это добавление к 10 еще одного предмета, или еще одной единицы. И если первоначально хорошо ощущались носителями языка два этих корня, а между ними предлог 1 на 10 положили, то сегодня «дцать» или «надцать» рассматривается учеными чаще всего, то есть большинство лингвистов склонны именно к такой точке зрения, что «надцать» и «дцать» – это такие уникальные для числительных морфемы, суффиксы, с помощью которых мы, собственно, числа и образовываем. То есть уже исторически этот корень «дцать» не осознается нами, и мы склонны относить эту морфему именно к суффиксам. 20 – то же самое, 11, 15 и так далее. Итак, по структуре числительные делятся на простые и составные. Простые – одно слово, составные – больше одного слова. Далее, еще одним морфологическим признаком является отнесение числительного либо к количественным, либо к порядковым. Ну, исходя из названий этих терминов, из этих терминов порядковые числительные обозначают порядок предметов при счете, который первый, который сотый, десятый, седьмой и так далее. То есть они обозначают именно порядок в какой-либо последовательности. И бывают количественные и числительные. Они, соответственно, обозначают количество. Даже если это число, все равно оно подразумевает под собой количество. Отвечают, соответственно, на вопросы «Сколько?». Количественные и числительные, в свою очередь, делятся на три разряда. Целые числа, дробные числа и собирательные, количественные и числительные. Числительные, которые обозначают целые числа, например, 8, 100, 1500 и так далее. То есть все привычные нам числа, целые. Они сочетаются обычно с существительными, которые обозначают предметы, которые можно посчитать. Дробные и числительные – это всевозможные дробные числа и количества. Здесь могут быть и обыкновенные дроби, здесь числительный и знаменатель, и десятичные дроби. То есть в плане русского языка эти дроби ничем не отличаются и относятся к разряду дробных количественных числительных. Они могут сочетаться также с предметами, часть которых мы можем выделить, посчитать отдельно, но обычно не сочетаются с одушевленными существителями. Ну, это логично, да, две трети, две трети, мы можем сказать, вы сейчас можете сказать, там, человек на какую-то часть тела, какая-то часть тела человека состоит из воды, да, но это скорее исключение. Обычно дроби мы используем, когда обозначаем какое-то нецелое количество, часть от чего-то. 1,2, 3,1, 1,5, 1,5 также будут являться дробным числительным, 1,5, то есть, да, и есть еще такое слово полтораста, которое обозначает число 150. Мы тоже относим к дробным числительным. Но об этом чуть подробнее, у них есть особенности склонения, которые мы в конце нашего сегодняшнего урока рассмотрим. И последний разряд количественных числительных – это собирательные числительные. Они обозначают количество предметов как целое. Как целое. Например, оба, двое, трое, десятеро и так далее. Собирательные числительные сочетаются не со всеми существительными. С какими конкретно, посмотрим на следующем слайде. Итак, используя собирательные числительные, использовать их мы можем только в сочетании с некоторыми существительными. Например, с существительными, обозначающими лиц мужского пола. Четверо солдат, двое друзей, четверо мужчин и так далее. И еще мы можем их применять к словам общего рода. Если перед нами, опять же, лица мужского пола. Например, двое сирот. Если одна из сироток девочка, а второй мальчик, то тоже мы можем использовать собирательное числительное двое сирот. А вот двое подруг сказать ни в коем случае нельзя. Это будет грубой речевой ошибкой. Или двое девушек. То есть только с лицами мужского пола. Также собирательные сочетаются с отдельными словами. Дети, ребята, люди. Или со словом лицо в значении человек. Например, двое детей, двое людей, трое незнакомых и подозрительных лиц. Четверо ребят. Следующий пример употребления собирательных числительных – это существительные, которые имеют форму только множественного числа. Двое суток, трое саней, двое брюк, двое очков. То есть мы можем употреблять такие собирательные числительные, но обычно все равно редко используем такие варианты. И обычно говорим «две пары брюк» вместо «двое брюк». Так нам проще, так и легче избежать ошибки. Начиная с пяти, пятеро, мы используем крайне редко. И такой необходимости у нас нет. Мы обычно для этого, как я уже сказала, количественные числительные используем. Следующий пример употребления – это существительные, обозначающие парные предметы. Например, чулки, носки, варежки. И тогда говорим «четверо чулок», «двое носков». «Двое носков» – это значит «две пары носков». То есть если считать по одному носочку, то будет «четыре носочка». Это «двое носков». Воспринимаем предметы парами. «Трое варежек» – это значит «три пары варежек», шесть отдельных рукавичек. Ну и еще собирательные числительные используются при объединении детенышей животных. «Двое котят», «трое медвежат», «семеро козлят». Нельзя сказать «семеро волков», а вот «семеро волчат» сказать вполне можно. А если речь идет о взрослых животных, то нужно использовать обычные количественные числительные, целые обозначающие числа. «Пять волков» окружили зайчонка, к примеру. А теперь перейдем к непостоянным признакам числительных. Здесь есть ряд особенностей, о которых мы поговорим отдельно. Они связаны с склонением числительных разных. Но непостоянные признаки сводятся к тому, что все числительные изменяются по падежам. Порядковые числительные, они очень похожи на прилагательные. У них те же самые окончания, поэтому они могут изменяться и по родам, и по числам, и по падежам. Первый, первая, первые листья на деревьях. Собирательные числительные изменяются тоже по падежам, а вот числительные оба еще изменяются по родам. Здесь следует вспомнить правила, которые связаны с употреблением этого числительного. Оба мы говорим о существительных мужского и среднего рода, оба человека, оба окна, а обе мы говорим о существительных женского рода. Например, обе руки, нет обеих рук, нет обеим подругам. Если перед нами существительное женского рода, следите за тем, чтобы правильно употреблять при них числительное оба, обе. Еще одна особенность. Числительные 1 и 2 изменяются по родам. 1, посмотрите, вот здесь же я представила таблицу склонения числительного 1, и мы видим, что окончания в разных родах будут меняться. 1, 1, 1 или одни во множественном числе. Только числительный 1, кстати, будет изменяться по числам. Все остальные числительные категории числа просто не будут иметь. Ну, странно, наверное, говорить о единственном числе. У всех чисел больше одного. Поэтому мы, в общем-то, вообще категорию числа не рассматриваем у числительных. Кроме одного, кроме числительного 1. Особенностью его является то, что он по родам и по числам изменяется. 1. Посмотрим на особенности склонения числительных 2, 3, 4. Последующие слайды, они будут посвящены тоже особенностям склонения разных групп числительных. Их не обязательно запоминать, вот прям зубрить не нужно. Просто если вы поймете принцип, то в дальнейшем сможете употреблять правильно числительные. А это довольно распространенная ошибка. Итак, 2, 3, 4 изменяются по падежам следующим образом. Нет 2, нет 3, 4, соответственно. Дам 3, 4 и 2. Винительный падеж. В данном случае зависит от того, количества каких существительных вы хотите обозначить. Если перед вами существительные одушевленные, например, двух девушек, то винительный падеж будет совпадать с родительным. А если перед вами неодушевленные, существительные, например, вижу два стула, то в этом случае винительный будет совпадать с именительным. Все это касается и числительных 3 и 4. Творительный двумя, тремя, четырьмя. И предложный о двух, о трех, о четырех. Следующие особенности будут касаться склонения числительных от 5 до 20 и еще 30 по такому же принципу. Здесь именительный и винительный будут совпадать. 5, 15, 8, 30, независимо уже от удушевленности, вижу 5 девушек, вижу 5 яблок. Родительный, дательный, предложный 5, 8, 20, 17, 30. И творительный 5. Доволен 5, 8, или допустима форма 8, они являются равноправными, можно говорить и 8, и 8, и 30. Если перед нами сложное, точнее составное числительное, то каждая отдельная часть этого числительного, будь то десятки, единицы, сотни, тысячи, будут склоняться таким образом, как будто перед вами просто один разряд. Например, 175 рублей, к примеру, то мы отдельно склоняем сотни, отдельно десятки, отдельно единицы. Доволен 100, 7, 10, 5. Числительные, кстати, демонстрируют нам редкий случай слов, в которых может быть два окончания. После каждого корня свое окончание, но мы об этом, мы это дальше еще с вами увидим. Следующие особенности касаются склонения групп числительных от 50 до 80, от 500 до 900 и также 200, 300, 400. Вот как раз здесь жирным шрифтом выделены окончания, которые встречаются нам в числительных внутри слова. 5, 10, 5, 10. Дам 5, 10, вижу 50. 5 и 10. Здесь нулевое окончание в втором случае. Творительные, 5, 10, о 5, 10. Как здесь ориентироваться? 5, перед нами в числительном 50, 5 десятков. И вот мы отдельно склоняем как бы число 5 и отдельно десятки. И получается у нас, посмотрите, возьмем 5 отдельно. Есть 5, нет 5, дам 5, вижу 5, доволен 5, думаю о 5. А здесь 10. Убираем окончание ков, 10 ков, да, и оставляем только вот эту усеченную форму. 10, нет 10, дам 10, вижу 10 снова. Доволен 10 и думаю о 10. То есть если каждую часть мы будем склонять отдельно, то избежим многих ошибок. Ну, вы дома попробуйте сделать это самостоятельно. Одно из заданий как раз будет просклонять сложное числительное. То же самое с сотнями. 5 отдельно. Ну, или любое другое. 6, там 7, склоняем сначала вот эту первую часть, а потом сотни. Так, как будто вы именно со словом сотня работаете. Сот, нет сот. Здесь мы усекаем сотен, да, йен. Дам, стам. Это усеченная сотня. Вижу несколько сот, да, или сотен, тоже усеченная форма. Пятью стами. Доволен стами. Вот это не характерное окончание, его лучше запомнить все же. И думаю о стах. О сотнях. Это не очень надежный способ, да, вот, ассоциировать с сотнями. Но мне он, по крайней мере, помогает в таких случаях, когда нужно просклонять. То же самое, точнее, не то же самое, а посмотрите на особенности склонения числительных 200, 300 и 400. 200, нет, 200, 300, 400, да, двум стам вижу 200, 300, 400, доволен двумя стами, тремя стами, четырьмя стами, и думаю о двух стах, трех стах, четырех стах. Посмотрим теперь на особенности склонения числительных 40, 90 и 100. Здесь появляется окончание А во всех косвенных падежах, кроме винительного. То есть именительный и винительный остаются в неизменной форме, фактически, да, 40, 90, 100, а во всех косвенных падежах, кроме винительного, мы добавляем окончание А. И так эта форма во всей парадигме и сохраняется. Родительный, дательный, творительный и предложный. Тоже вот такая особенность. Чуть-чуть уделим времени собирательным числительным. Здесь тоже обратите внимание, многое будет зависеть от того, одушевленный перед нами существительный или нет. В зависимости от этого в винительном падеже мы выбираем либо именительный, либо родительный падеж. Ну и обе, как я уже говорила, обращаем внимание на род существительного. Следующий слайд. Как склоняются дробные числительные? Дробные числительные, здесь тоже каждая отдельная часть должна склоняться. Если перед нами обыкновенные дроби, то числитель мы склоняем как количественное. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, а вот знаменатель как порядковое числительное. То есть очень похоже на прилагательное, но во множественном числе. Пятых, пятых, дам пятым. Вижу пятых, доволен пятыми, думаю о пятых. Если перед нами десятичные дроби, допустим, 7,8, то целые числа, понятно, склоняются как количественные, а десятичные тоже, точнее, та часть, которая после запятой, тоже будет склоняться как порядковое, числительное во множественном числе десятых, сотых, тысячных и так далее. И вот, как я уже говорила, к дробным числительным мы еще относим слова полтора и полтораста, хотя 150 вроде бы не дробное число. Здесь особенности такие. Во всех падежах, кроме именительного и именительного, полтора, точнее полутора, нет полутора, дам полутора, доволен полутора и думаю о полуторах. В 150 полутора, ста. Именительный полтора или полтора, ста, винительный полторы. Винительный зависит от рода. Полтора, к примеру, полтора яблока, но полторы тонны. Полтора, ста, в именительном и винительном будет совпадать. По поводу слов тысяча, миллион и миллиард. Но на эти слова существуют две точки зрения. Нет определенного правила относительно них, некоторые ученые рассматривают их как существительные, потому что они склоняются именно по образу склонения существительных. Тысяча, как стена, первое склонение, миллиард, мужской род, второе склонение. А некоторые ученые склонны к тому, что это все же числительные, просто у них вот такие особенности склонения, очень похожи на существительные. Тысяча, тысячи изменяются по числам. Миллион и миллионы, соответственно, тоже. И миллиарды мы можем использовать во множественном числе. Что, как мы помним, было свойственно только числительному 1. Но если рассматривать их как существительные, то никакого исключения нет. Следующее, что важно запомнить, про описание мягкого знака в числительных. Он всегда требуется на конце числительных в диапазоне от 5 до 20, 5, 6, 7, 8, 19, 20 и так далее. То есть от 5 до 20 в конце мы ставим мягкий знак, но здесь сложности нет, потому что вы его хорошо слышите. И еще в числительном 30. Соответственно, в сложном тоже 25. 5 входит в этот диапазон, значит, мягкий знак на конце нужен. В середине числительных он пишется в диапазоне 50, 80, от 50 до 80 и от 500 до 900. 800, 900. Можно запомнить только исключения. Не пишется мягкий знак в середине в словах 15, 16, 17, 18, 19. А во всех остальных, если мы слышим мягкий знак, то должны записать. А вот здесь вот четкого на слух восприятия нет. Нужен здесь мягкий знак или не нужен. Надо запомнить, что не нужен. 5 надо цать, 6 надо цать и так далее. Что касается морфологического разбора числительных, я вам приведу несколько примеров, а дома вы попробуете делать это самостоятельно. Морфологический разбор, как и у любой части речи, стоит из 5 пунктов. Часть речи, доказываем вопросом, и общее значение. Общее значение мы должны указывать разное для количественных и порядковых. Если перед нами порядковое числительное, то это будет значение порядка при счете. У количественных значение количества. Начальная форма – именительный падеж. Если у числительного есть род или есть число, как у слова «один», тогда мы указываем подобно прилагательным – мужской род и единственное число. К постоянным признакам также будут относиться по составу, простое или составное, и количественное или порядковое. Если перед нами порядковое числительное, то мы на этом заканчиваем постоянные признаки. А если это количественное, то нужно еще указать, что перед нами целое, дробное или собирательное. Не постоянные признаки у числительных, только падеж в большинство. У некоторых мы еще можем определить род и число. Ну и, конечно, завершается морфологический разбор синтаксической ролью. Она может быть любой у числительных. Посмотрим на примеры. Мы вернулись через 10 лет. 10 числительное отвечает на вопрос «Сколько?» Через «Сколько?» обозначает количество. Начальная форма – 10. Постоянные признаки – простое. Это одно слово, да? Оно количественное и целое. Непостоянные признаки – винительный падеж. Мы вернулись, когда? Через 10 лет. Это обстоятельства. Следующий пример. К полудню пришли еще пятеро гостей. Пятеро – тоже числительное. Оно отвечает на вопрос «Сколько?» Обозначает количество. Начальная форма – пятеро. Оно простое, количественное и собирательное. Это постоянные признаки. Не постоянные признаки, только именительный падеж. Пятеро гостей является в этом предложении подлежащим. Пятеро гостей пришли. Ну и еще оставшееся время мы уделим интересным фактам из истории числительных. Почему-то они переходят у меня на слайд следующий. Может быть, модератор мне поможет на 17-й слайд перевести презентацию. Откуда в русском языке появилась числительная 40, не похожая на все другие десятки? Не 20, то есть есть у нас 20, 50, 70, а вот 40, 14 нет. Раньше 40 было именем существительным и обозначало мешок, в который помещалось ровно 40 шкурок соболей, соболейных шкурок или беличьих. В свою очередь, именно такое количество требовалось на изготовление одной боярской шубы, которая называлась «сорочка». Не совсем то, что сегодня это слово обозначает. И вот он был, такой мешок был денежной единицей, а позднее перешел и на наименование такого количественного числительного – 40. Вот откуда это наименование. Следующий слайд посвящен числительному миллион. Оно есть во всех языках, почти во всех. И происходит оно, то есть появление его связано с путешественником Марко Поло, который в 13 веке, путешествуя по Китаю, выдумал число миллион для обозначения большого количества. Для него это было «тысяча тысяч». И вот «милли» – это итальянский корень обозначает «тысячу», а «оне» – это был такой суффикс с значением множественности, подобно нашему суффиксу «ищ», увеличительному, например, «полчища», «глазища» и так далее. И так появилось слово «миллион», которое дословно можно перевести как «тысячища», то есть большое количество, больше тысячи. Ну и еще несколько интересных числительных, которые вы редко можете встретить в жизни, но для каждого из них есть свое название. И поскольку нет окончательного количества чего бы то ни было, у нас в математике есть понятие бесконечность, и каждое число можно в последующем увеличить на что-то, то самого большого числительного мы назвать не можем. Однако для обозначения очень большого количества есть вот придуманы такие названия, которые вы видите сейчас на этом слайде. Вот, например, слово «гугл». Обращу на него ваше внимание. Если вы читали роман Джона Сафрана Фуэра, жутко громко, запредельно близко, то там главный герой использует как раз слово «гугл» и «гуглплекс» для обозначения большого количества. Вот. Ну и на этом наше время с вами заканчивается. Перейдем к домашнему заданию. Спасибо, Антон, за пояснение. Правда, пишется «исчисляемая бесконечность». Еще расскажу вам немного о домашнем задании, если вы выполняете его, то попробуйте самостоятельно присклонять словосочетание «1856 рублей», то есть «1856» – это будет количественная числительная, и словосочетание «154 задача». Это порядковая числительная, 154. И морфологический разбор числительных в пословице «семеро одного не ждут». Если у вас есть какие-то еще вопросы по числительным, то я на них готова ответить. Если нет, то спасибо вам за внимание. Увидимся через неделю. Счастливо. Продолжение следует...